Доброе, мы продолжаем изучать Тору и конкретно исправлять свои качества. Значит, если вы считаете, что у вас качества уже исправлены, то вам точно сюда, потому что это ошибка. Это ошибка, огромная ошибка. Исправленные качества, как говорил Ирапис Рольф Салантер, такой был великим мудрец, говорит, легче изучить весь Талмуд, чем исправить себе одно качество. То есть исправить качество себе, оказывается, это очень-очень непростой труд. Поэтому, если кто думает о себе, что он исправил, есть такая история, когда девушка пришла к священнику, к хоровину, например. Я, говорит, грешна, он говорит, в чем-то грех. Она говорит, я стою от зеркала, смотрю на себя и думаю, Господи, какая я красивая, это, наверное, гордыня. Он говорит, нет, нет, это не грех, это не гордыня, это, говорит, заблуждение. Вы, говорит, просто ошибаетесь, и все, ничего страшного. Значит, и вот мы сегодня как раз изучаем ворота истины. Мы пришли к воротам истины, и вопрос, мог ли он ей так сказать или не мог. Вот правильно ли он ей сказал или неправильно. Потому что красота же, это очень субъективное понятие. Это нет такого объективного. Кому-то она самая красивая, а кому-то не очень. И изучаем мы эмет, истина. Что такое истина? Хорошо, значит, эмет. Эмет – это истина. Я вам уже вчера рисовал на иврите. Видите, написано это слово эмет сзади меня. Эмет – это истина. И на иврите это слово записывается первая буква алфавита, средняя буква алфавита и последняя буква алфавита. И числовое значение слова эмет – 441, но читается 4, 4 и 1. Душа человека, она сотворена из, можно сказать, из Всевышнего, да, из места святости. Это душа человека, она сотворена из места святости. И, значит, как написано в книге «Берешит», когда Бог создавал человека, он вдохнул в него, написано, душу. Получается, если Бог вдохнул в него душу, то душа человека – это выдох. Образно это же все передает некими такими метафорами, понятными нам. Понятное дело, что Бог не дышит и никак не мог выдохнуть. Что значит «Бог выдохнул»? В этой метафоре передается именно, чтобы мы поняли, на понятных нам каких-то явлениях, да, вдох-выдох, связь между душой человека и Богом. То есть Бог выдохнул душу. Значит, душа, получается, это сущность Всевышнего. То есть душа человека – это сущность Всевышнего. Теперь Всевышний – это, значит, это Бог творец мироздания. И получается так написано, да, что Всевышний, одно из имен Всевышнего – это истина. То есть Всевышний – это истина, душа человека – это истина. И все, что относится к святости, к Богу, это все можно написать словом «истина» или «правда» на русский переводят. Вот «эмет» – это «истина» или «правда». Пророк Ирмиягу, он говорил такую вещь. Бог всесильный истина. Так он говорил. Очень интересная вещь получается. Значит, если Бог всесильный истина, да, объективная реальность. Вот мне больше нравится, если мы будем слово какое-то подбирать такое, да, то Всевышний – это объективная реальность. Истина – это то, что идентично абсолютно для всех. Теперь, если Бог – это объективная реальность, а каждый человек – это субъективная, да, некая субъективная машина, которая вырабатывает свои какие-то мнения, свои какие-то мысли. Вот сидит какой-нибудь человек, да, и думает какие-то свои планы, там, или у него какие-то есть суждения, там, что такое хорошо, что такое плохо. Вот крошка, сын к отцу пришел и спросил от кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И отец, он говорит, ты знаешь, я тебе скажу объективную, конкретную, четкую реальность, что, значит, и объективная, четкая реальность в глазах отца – это не является реальностью, потому что это его просто, его мнение, которое у него тоже возникло, потому что он, как крошка сын, когда-то пришел к своему отцу, послушал какое-то радио, послушал телевидение и так далее. А Всевышний – это объективная реальность, это истина стопроцентная, идентичная, абсолютно для всех, с любой стороны. То есть в истине не может быть разное ощущение, тогда это уже не истина, да. Истина – это стопроцентная объективная реальность. И стопроцентной объективной реальностью является только Всесильный, Всевышний, Бог, который творит мироздание. Теперь мнение о Боге – это уже никогда не может быть истиной, да. То есть любое мнение о Боге – это уже мнение, это искаженная какая-то попытка, интерпретация, передать какую-то реальность. Поэтому люди, которые утверждают, что они знают истину, они обманывают. Понятно, да, идея? То есть люди не могут утверждать, что они знают истину, потому что по факту они могут знать только историю, которую услышали от других людей, и верить в нее, и назвать эту историю, которую услышали от других людей, истиной. Тогда это будет действительно правда. Хорошо, двигаемся дальше. Дальше написано, что сказал царь Соломон, мудрейший из людей, в Экклезиасте, 7 глава, 29 отрывок, он сказал так. 29 – это последний отрывок 7 главы. Всесильный сделал человека эмым. В Эмма, это когда они стали, уже он создал женщину, Бекшу Хижбанат Рабин. Когда они вдвоем появились, да, уже появилась женщина, они начали, начали они искать, дословно перевести Хижбанат Рабин, они начали искать разные расчеты. То есть, когда человек, вот это мы учили в ворота лжи, когда человек что-то описывает или что-то говорит, у него всегда есть личная заинтересованность и предубежденность. То есть, человек не может о чем-то думать без предубежденности. У него уже есть предварительная информация об этом, и он будет уже описывать что-то новое, исходя из своей вот этой вот предубежденности, предварительная вера. И любой человек уже наполнен какими-то картинками, его мозг наполнен, который он запоминал И мы даже видим вещи по-разному То есть на каждую человек, когда воспринимает световой сигнал, он же огромный То есть человек воспринимает, он же сфокусировался только на одном Но ведь он видит одновременно очень много всего И то, на что он сфокусировался, то, как он это описывает, это и есть его предубежденность Поэтому человек не может претендовать, что он знает правду, истину Он может говорить, я вижу с такого-то ракурса Может быть, у меня есть такое мнение, я слышал И тогда он становится человек истины То есть тогда он действительно говорит, у меня есть вот такой вот ракурс Мне кажется, я думаю Есть известная такая анекдота, история, когда один отец сыну объясняет, говорит Послушай, ну ведь никто не обладает абсолютной истиной, абсолютной Не может знать абсолютной правды, да Тот, кто утверждает, что он знает абсолютную, прямо изрекает абсолютную истину Он, скорее всего, дурак Сын такой сидит, говорит Папа, ты уверен? Он говорит, абсолютно уверен, на сто процентов Это шутка такая Потому что человек может только говорить свое мнение Он не может утверждать, что он знает истину Потому что если бы это была истина То она была бы идентична для всех А раз люди по-разному смотрят на вещи То каждый смотрит со своего субъективного ракурса Да? И ракурсы, да, все придумывают себе ракурсы сами Этот ракурс зависит от предубежденности изначально Которая заложена в человека с детства И поэтому все предубежденные Теперь двигаемся дальше В Салмах царя Давида Есть такой отрывок Это 101 Псалом, 7 отрывок Что тот, кто говорит обман Он не сможет устоять перед Богом То есть здесь он пишет такую вещь Что люди, которые врут У которых есть осознанное искажение реальности Мы учили уже про лжи Они не смогут устоять перед Богом Значит, есть такой тоже в Таилиме Такой отрывок, очень хороший Значит, близок Бог для всех, взывающих к Нему Для всех, которые взывают к Нему БМЭТ истины И тут получается, что Что здесь очень важно, да? Чем более человек, он Как сказать, вырабатывает в себе Вот этот вот подход истины, да? То есть он говорит Это мое мнение Это мне кажется О будущем, когда я думаю Это просто мои какие-то размышления Когда я описываю кого-то То я добавляю Мне так запомнилось Мне так показалось Когда человек начинает Действительно фильтровать Свой базар То, что, да? Есть такое слово Фильтровать То, что он говорит И он становится человеком правды Человеком истины Тогда он становится Чем он ближе к правде Тем он ближе ко Всевышнему Получается дальше, что пишет нам Автор этой книги Для того, чтобы приблизиться к этому Нужно максимально удалиться Он пишет от общения с людьми Потому что человек, который Почему праотцы, все патриатки Все они удалялись От общения с людьми Которые Они были пастухами, да? Потому что, когда ты общаешься с овцами Когда ты видишь восход солнца Закат солнца Слышишь ветер Ты не можешь Тут нет никакого Никакого обмана То есть ты общаешься Вот здесь Всевышний Природа Ты И здесь нет никакого искажения То есть тут очень тяжело Что-то исказить И вот те люди Которые уходят Там отшельники Которые уходят Вот от людей Им намного проще Стать Тем, кто взывает Ко Всевышнему Боимет истины, да? То есть они становятся Людьми истины Вот он здесь напишет Тот, кто приближается Так ко Всевышнему И его тогда Интеллект Он усиливается И он Прилепляется Присоединяется К божественному свету Тогда его Его мысль Да, вот это То, что называют Медитация Она успокаивается У него становится Такой прозрачный разум Вот этого Может человек достигнуть Когда он Митбудет бахидро Когда он Уединяется Например Даже в своей комнате И поэтому Он говорит Если человек хочет Быть хасидом Тем, кто по-настоящему Для него главная цель Это приближаться Ко Всевышнему То он должен Отдалиться Максимально От людей И максимально Времени Проводить в одиночестве Вынует хабер Имбнеадам И он не будет Соединяться с людьми А только для Большой Большой Такой Какой-то потребности Был такой человек Его звали Саба Дедушка Из Навардака Его отец был Равин великий Он, по-моему Около 20 лет Он женился Он умер в 1927 году В Киеве, кстати Да И вот он Женился У него родились дети Потом умирает Его жена И умирает Отец Его жены И оставляет Тоже большую семью И на нем На одном Остается Очень много Детей На обеспечении И он Начинает Начинает Он Работать Ездит на ярмарке Покупает Там Торгует Муку И так далее И потом Он В какой-то момент Он познакомился Раби Сроль Салатар Такой Великий Равин И начал Ходить Ему на уроки Изучал Книгу Меселатия Шарим Есть такая Книга Я написал Рамхаль Рамушехам Луцата Путь Прямых Путь Праведных И он Это все Начинает Изучать И в итоге Он понимает Что он Вот это Он включился В эту всю Работу Все это На нем Так тяжело В общем Он Понимает Что его Путь Это служить Богу Я не помню Каким образом Решился Его вопрос Я не помню Вот так Сильно Его биографию В общем Каким-то образом Он начинает Становиться Учеником Рабиостроля Салантера Становится Очень великим В Торе Но потом В какой-то момент Он Он был Такой Очень Экстремал Да Вот есть люди Которые Они Ну такие Золотая середина Они чуть-чуть Физкультура Чуть-чуть Поучились Чуть-чуть Поработали Чуть-чуть То Чуть-чуть То Золотая середина Они проходят Жизненный путь Так спокойненько А есть люди Экстремисты Экстремалы Такие Да Которые Если чем-то Занимаются Спортом Бизнесом Так только Миллиардеров Ну и так далее То есть люди Которые живут Экстремально И он был Такой по сути Сэй экстремал И вот этот Вот Саба Миновард Он Заперся В доме Договорился Что ему будут Приносить Только еду Чтобы он И он Где-то года два Он жил Отшельником Да Таким Ему приносили еду Только в Такое окошечко И он там Жил в этом доме Его Значит ему А он был Живелитералин Тому времени Ему говорят Там его учителя Еще там Говорят Выходи Как ты так Нужно ходить В синагогу Нужно Там Рошашана И заповедь Сукот То есть есть много Заповедей Которые можно Выполнять только С людьми Нет говорит Есть такой закон Говорил царь Давид Что сур мира Отодвинься от зла И делай добро То есть он говорит Отодвинуться от зла Это важнее Чем делать добро Да То есть если я не Отодвинусь от зла А говорит Когда я с людьми Я тут я Нарушу Не возжелай Да Десятая заповедь На скрижалях Не возжелай Того что принадлежит Ближнему Тому Как можно это контролировать Ты на что-то посмотрел Вожелал Тут ты Где-то ты Разгневался А написано Гневающийся в сердце Похожное У него есть Невероятная близость Ко всевышнему То есть он достигает Достигает чистоты сердца То что называется Ветаберлибенуле Вдхабеемет Об этом нужно молиться В принципе Есть такая специальная молитва Что очисть Сердца наши Чтоб мы служили тебе Истиной Да То есть убрать все примеси Теперь почему царь Давид Не мог построить первый храм А построил его царь Соломон Потому что храм должен был построен Только во имя небес А царь Давид Царь Давид Он все время воевал Он был воин А воин Он не может забыть Про свою войну Никак он не может Потому что Война это то Что затрагивает Прямо сущность человека Это опасность для жизни Это Ну то есть война Это очень-очень Такая Волнительная Волнующее Передерящее событие Которое его невозможно Не обращать на него внимания Ведь тот кто находится в войне Он не может молиться Всевышнему Просто Соединяясь с ним И служа Всевышнему У него есть просьба Постоянная просьба Выжить Постоянная просьба Победить своих врагов Наказать зло И он был праведник Говорят что Там у него руки были в крови Не поэтому Он У него была Вот это вот Личная заинтересованность И человек который живет Среди людей У него всегда Всегда есть личная заинтересованность У него постоянно Постоянно Он находится В системе взаимоотношений В которых он реагирует На других людей Я например там Начал работать С клубом инвесторов Да один Как Клуб инвесторов Вот туда приезжаешь А там все люди Вот они Инвесторы Я значит Когда первый раз их увидел Клуб Я говорю Вы знаете Я вот думаю Кто вы Как вас определить Да Вы люди которые не любят работать То есть Кто такой инвестор Это тот кто любит Дать деньги И потом Чтобы эти деньги выросли А работали другие люди То есть Мы вот прям здесь Собрались Такие прямо Клуб инвесторов У них совместное состояние 10 миллиардов Я перестал туда ездить Я перестал туда ездить Почему Потому что Хочешь ты или не хочешь Люди на тебя влияют И я понимаю Я оттуда приезжаю Мне хочется там бизнеса Думаю Зачем мне все это Зачем мне все это Я хорошо живу Мне нравится Тора Учеба Жизнь Вот я сижу В таком Минимально Общаюсь с людьми И вот теперь я понял Почему Автор этой книги Советует Что если ты хочешь Очистить свое сердце От внешних влияний Нужно максимально Удалиться от людей Хотя сейчас В соцсетях Это очень тяжело сделать Ты постоянно смотришь Какие-то соцсети Новости Но идеально Конечно Это жить на природе Слушать ветер Встречать восход И тогда Именно в духовном росте В служении Всевышнему Это идеальный вариант Дальше он пишет так Когда ты Освобождаешься От вот этих вот Своих желаний Мирских Скажем так То что тебя сильно волнует Тогда У тебя Исчезают Вот эти вот мысли Которые Являются Перегородками Между тобой и Богом Ты с Богом соединяешься В этот момент Твоя молитва сильнее Поэтому люди Помните Мы об этом говорили Что Когда ты встречаешь Праведника Который живет Для него в жизни Главное Это его контакт Со Всевышним То благословение Праведника Оно намного сильнее Именно по этой причине Потому что У него нет Вот этих перегородок Которые Перегораживают Между обычными людьми И Богом Теперь здесь Нам тоже становится Понятно То что мы изучали Почему Человек Который благодарит Всевышнего У него начинаются чудеса Если человек Недоволен Всевышним То это еще большая Перегородка То есть человек Который находится В негативе Он недоволен Он хочет Чтобы Бог ему помог Но по факту Это как к вам Подходит человек И говорит Вот знаете Как в семье Люди в принципе Друг от друга Хотят любви Хотят любви Муж, жена Хотят более Хороших отношений Чтобы быть вместе Они же поженились Не зря Хотели любви И была у них Любовь в начале Но потом Они начинают Добиваться Этой любви Совершенно Неподходящим Инструментом Критикой Мне ты не нравишься Мне ты не нравишься Дай мне то Что мне надо А второй Не хочет давать Ему неприятно То же самое С Богом Когда мы Всевышнему Мы говорим Спасибо тебе Спасибо Спасибо за то Спасибо за это Спасибо И наполняемся Через благодарность Вот этой любовью Ко Всевышнему Мы убираем Эту перегородку И в этот момент То что нам надо Всевышний Нам дает Да То есть он дает Через ворота Благодарности Ворота любви Но если человек Он все время Недоволен Всевышним Да Понятно Это очень Очень Важная Такая вещь Мы прочитали Почему Праведник У него больше Свят со Всевышним Потому что у него Нет вот этой Перегородки Тех мыслей Которые Обычного человека Являются Перегородкой Дальше Здесь он пишет Такую вещь Что человек Который все-таки Живет среди людей Он должен Он должен Понимая Автоматично Своего мышления Книга написана Тысячи лет назад Представьте Он должен Для себя Значит Сделать Напоминалки Чтобы нигде Не обманывать Нигде Не забывать То что он Обещал И вот он Здесь пишет Даже если Ты что-то В сердце Решил сделать Нужно Стараться Нужно Стараться Выполнять То что ты Решил сделать То есть Быть человеком Который Правдив В своих решениях Правдив В своих словах И он Об этом Нужно Напомнить Прямо Он пишет Что Нужно Написать В месте Где ты Учишься На столе Даже Да Чтобы не Говорить Шетер Не говорить Обман И не Забывать Говорить Истину И все Свои Обещания Нужно Выполнять И пишет Он Что один Его там Знакомый Мудрец Он написал Везде У себя В доме Написал Напоминалку Себе Помни День Смерти И не Согрешишь Вот Последнее То что мы Сегодня Заканчиваем Он пишет Тот Кто Не Говорит Тот Кто Говорит Только Правду Только Истину Он Будет Жить И он Продлит Свои Дни Жизни Да То есть И спасется От всех Неприятностей Тора Тимед Этап Ифио То есть Тора Называется Тоже Тора Истины Чем Занимается Вообще Тора Тора Она Выясняет Вот Границы Да А где Где Вот В каждой Ситуации Как правильно Поступить Например Весь Талмуд Построен На Вопросах Выяснения И Прояснения Да Откуда Мы Это Знаем Вот Например Очень Любимый Вопрос Талмуда Когда Кто Знаем Где Доказательства То есть Если Задать Этот вопрос Ну Практически На Любую Идею Да Откуда Ты Это Знаешь Вот Человек Говорит Бога Нет Хорошо Откуда Ты Это Знаешь Он Скажет Ну Это Все Знают Ну Не Все Конечно Не Все Потому Что В мире Больше Верующих Чем Неверующих А Ты Откуда Знаешь Что Бога Нет Ну Мне Кто Сказал А Кто Откуда Знает Все Тупит Не Знает Он Откуда Вася Знает А Дарвин Это Дарвин Сказал А Дарвин Откуда Знает Ну Никто Дарвина Не Читал То То Понятно И Когда Человек Начинает Выяснять Истину И Стремиться К Истине То Тогда Истина Ему Откроется Все Всем Удачи Успехов Чтобы Было Благословение И Чтобы Мы Все Обращались Каждый День У нас Есть Урок В 10 Утро Кроме Субботы Все Дни Неделю С 10 Утро До 10 30 Есть Урок В Ютюбе В Телеграме И Фейсбуке Всем Хорошим Добрым Людям Чтобы Было Благословение В Духовном И Материальном Все Счастливо До Завтра